Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск Мификал-подкаста. Как всегда, вместе с вами Айдар Нагуманов, Данил Пересторонен и дождались. Рустам Хакимов подготовил какую-то секретную тему. Ироги. Внесите призы. Уже, уже можно лайки ставить, ребят, на это видео, потому что, ну, человек заморочился, человек что-то придумал, человек нам не говорит, о чем будет речь идти сегодня. Человек начал работать над собой, развивается. Интересуется темами. Курить бросил? Ха-ха! И промолчал. Ну, еще работает, еще работает. Ну, давай уже. Да, ну, по традиции я буду сегодня вам рассказывать про известную личность. Это не звезда кино, это не звезда музыкального мира. Ну, давайте сделаем подсказку. И лолст, может быть, какой-то. Сделаю подсказку. Наверное, наверное, конечно, не точно, но, наверное, практически каждый мужчина хотел бы несколько дней пожить его жизнью. Хью Хефнер. Совершенно верно. Серьезно, Хью Хефнер, создатель плейбоя. Я не знал, честное слово. Но ты знал конкретно, какую жизнь ты хочешь прожить. Вот и спалился. Ну, прежде чем мы начнем, мы что там? Лайки. Лайки, комментарии, YouTube, Instagram, Telegram, подписки. Айдар Нагуманов. Стриминги. Все, везде мы есть. Кстати, еще можно нас слушать, если кто-то не знал до сих пор. Да. А если вы нас слушаете, мы есть на YouTube. Подписывайтесь. Какие звуки тут? А! Так, ну, я попробую максимально энергично, как сам логотип плейбоя, рассказать про этого человека и вообще в целом про ситуацию. Вы, наверное, понимаете, что там все не так красочно. А, не так красочно? Ну, красочно и не красочно. То есть есть вещи, которые, по крайней мере, всю вот эту вот индустрию журнала плейбоя показывали очень с хорошей, такой позитивной. Ну, уже понятно, очевидно, что там. У любой медали есть вторая сторона, конечно. Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года. Давным-давно. 26-й. Так он же суперстарый. Да, он очень старый. Ну, он сразу был суперстарый, как будто. Нет, для нас, потому что мы достаточно молодые. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Даже для меня, понимаешь? Пахнуло от этой молодости. Родился он в Чикаго, в семье строгих и консервативных методистов. Это протестантская конфессия, то есть направление... Сроговные... Да. Честно признаюсь, я вот так и знал, что, ну, прям, вот прям я сразу чувствую, что, скорее всего, детство было всё в запретах, вообще лютых. Тихо-момуте, да? Там не то, что в тихомомуте, это просто вот эта вот протестность, скорее всего, человеческая. Потому что чем больше ты человеку запрещаешь, тем больше в какой-то момент, да, вот эта вот лавина, вот эта вот плотина, она должна прорваться. Да, да. Ну, это протестантская конфессия, это достаточно, действительно, строгая такая система. И даже ему не разрешали общаться с мальчиками на улице, то есть... Даже с мальчиками? Да, даже с мальчиками. Ну, потому что они не верят, да, и как бы могут сбить с толку парня. Хотя, казалось бы, Чикаго прогрессивное место такое. 26 год, ну... Ну, да. Там еще и мафия во все орудовала, там особо-то недоверой было как будто. А вот Америка, она в целом, знаешь, страна очень контрастная, да. Там на одной улице так, на другой так, в одном доме вообще по-другому. То есть, с квартала в квартал перешел, и вообще другая страна. Да, да, да. То есть, как бы его родители, ну, так, вот эта вот конфессия считала, что секс создан не для удовольствия, а для просто продолжения рода. Да, и не более. То есть, любовь, это немножко другое. С сексом не связаны вообще, в принципе. В старшей школе мальчик занял должность президента школьного совета и основал школьную газету, получив первый журнальный опыт. Хефнер также придумал комикс под названием «School Days» о скромном юноше, который оказался в воображаемой вселенной. То есть, он уже как бы вот... Из-за того, что он в затворничестве жил, вот он очень много фантазировал, комикс рисовал достаточно прикольным. Ну, понятно, хочется же как-то сменить обстановку хотя бы у себя в голове. Ну, да. После окончания школы Хефнер на протяжении двух лет служил в армии США и даже воевал в последние месяцы Второй мировой войны. То есть, он застал. Вернувшись с фронта, поступил в Чикагский художественный институт, но спустя несколько месяцев перевелся в Иллинойский университет в Урбане-Шампейн. В 1949 году он получил степень бакалавра психологии и женился на своей возлюбленной из колледжа Милдер Уильямс. Он все это время, типа, ну, глубоко верующий человек или нет? Нет, нет, нет. То есть, он вырос в такой семье, но он не принял этих уставов. Да, ему, наоборот, это очень сильно не нравилось. Ну, может быть, здесь еще какие-то... Ну, в те времена, пока он еще был достаточно молодым человеком, наверное, он все-таки еще придерживался... Он был еще под влиянием семьи, да? В 50-х годах Эфнер получает работу в достаточно хорошем, ну, не то что хорошем, а известнейшем журнале, американском Esquire, где в те годы публиковались, кстати, знаменитые писатели, включая Эрнеста Хамангуэя. Он писал тоже там или что он делал? Нет, он был там копирайтером. А, перепечатался. Объясните копирайтер, я никогда не понимал, что это такое? Человек, перепечатывающий текст, все. Зачем? Все твоя задача. Слушайте, вот ты условно увидел какую-то, нашел газету старую какую-то, тебе там, ну, надо как-то отразить. Ты просто перепечатал, ничего не меняет? Да, у тебя же нет электронной версии, чтобы скопировать, ставить. Копирайтер занимается, ну, в те годы точно занимался тем, что собирал из отрывки разных статей в одну штуку, и типа, чтобы это тоже плюс-минус нормально выглядело как единоцельно. Ну, то есть там минимальная редактура, никакого творчества, да? Да, есть рерайтеры, которые перепечатывают своими словами. А это копирайтер, то есть он прям копирует почти... Никакого творчества. Да, творчества ноль. Техническое. Супер. Плюс один к знаниям. Экскуайр, кстати, как проводить правильно, Эскуайр? Эскуайр. Эскуайр. Вот в этом журнале, кстати, тоже появлялись... Тебе такие вопросы задавать. Ну, я так. Тоже появлялись фотографии достаточно интимного характера, но они были очень сильно прикрыты, то есть это уже было. Но тогда... Легкая-легкая эротика. Легкая эротика. Это какие годы? Ну, это 50-е, да. Это же рассвет Мэрлин Монро, если не ошибаюсь. Да. Совершенно верно, совершенно верно. Она, мне кажется, и задала... Вот этот пинап, там вот эти седла. Да, да, да. В 52-м году Хью отказались в журнале поднять зарплату на 5 долларов. И он тут же уволился. Ну, по крайней мере, это говорит о том, что он был очень амбициозный. Не, ну 5 долларов... Это 5 долларов. На полу. Я к тому, что в то время-то это была такая нормальная сумма. Ну, в целом, да. Ну, нет, прикинь, он как бы мог бы сказать, ну, ладно, не поднимите дальше работы. А он ушел в целом. Принципиальный. Кстати, правильно. Если вы долго работаете, делаете свою работу хорошо в какой-то момент... Стоимость вашего труда растет всегда, ребята. Да. Поэтому не стесняйтесь просить повышения. Если вам отказывают, вольняйтесь. Не думаю о последствиях. Прикинь, ну, просто 2000 человек завтра без работы остаются и винят во всем. Не, вы меня спрашиваете, что дальше делать? В комментариях. И ты такой, что пойти в новую религию. Ужас. Примерно 26, получается, ему 26-27 лет. Вот, уйдя с работы с Esquire, он решает открыть свой собственный журнал, свое собственное дело. 26 лет. Вот как это просто в Америке, да? Ты уходишь с зарплатой обычного копирайтера и такой, ну, открою свой журнал. Во-первых, вера в себя. Зачем? Это везде просто. И у нас это можно делать. Ну, просто как бы... Ты не уйдешь дальше школьной газеты в 26 лет с зарплатой 5 долларов. Ну, условно. Да, копирайтера. На любое дело нужны деньги. Конечно. И он эти деньги собрал. Как? Он привлек 8 тысяч долларов от 45 инвесторов, но я так понимаю, что... Он побегал хорошо с 45 инвесторов. Внушил всем этим ребятам. То есть он же не 45 обошел, он обошел-то значительно больше. Это же еще говорит о том, что там были люди, у которых есть свободные бабки и которые ищут, куда вложиться. Ну, подожди. 50-е, 60-е годы – это рассвет. Америка, которая... Прекрасное время для США. Прекрасное время, да. То есть люди, которые занимаются меценастом и ищут, куда вложить капитал, такие были. У нас в России просто таких нет. Сейчас потихоньку они появляются. Уже хорошо. Надеемся. Еще 2000 долларов ему добавили мама и брат. А вот, кстати, у него с родителем-то вообще какое отношение были. То есть они его воспитывали в строгости. Он не принял их устоев. Это значит, протест против родителей, он с ними плохо... Я думаю, он просто такой, да-да-да, ладно, вот так и... Да, он с ними не враждовал, как бы... Да, я просто поеду, вот там буду жить, там работать. Я так понимаю, дистанция была очень сильная. То есть у них не было таких Сюси и Муси, там, сыночек, сыночек. Ну, такая верующая семья у них, да, строгая, скорее всего. На какой журнал-то он взял у брата и мамы денежку? Ну, вот на собственный, то есть он хотел... Что он сказал им? А? О чем этот будет журнал, он сказал? Я не знаю конкретно, что он сказал им. Что получится в итоге? Ну, он сказал, что это будет новый свежий журнал, наверное, какой-нибудь... И это уже был Playboy? Это был уже... Да, он как раз-таки для Playboy брал. То есть он у своих супер верующих родственников... Да. Взял доголы в теток. Взял денег. Заплатил девчонкам. Я, кстати, не знаю, он сказал ли о том, какой журнал... Ну, вот я поэтому и задаю этот вопрос. Я уверен, что нет. Мама, бы не да ладно. А, про что журнал-то? Мама сидит такая пирожков, смотрит и так. Ну, будет научная статья, очень как наука с религией. Кстати говоря, ты практически прав. Да? Да, я сейчас об этом скажу. В общем, он запускает журнал. Долго думали названием. Первое название было у него... Как же? Холостяк. Какой-то. Какой-то холостяк, короче. Мне написано. Холостяцкая вечеринка, что ли. Что-то такое. И эмблема у них был олень в смокинге. Олень в смокинге. А, это я, кстати, знал, что первой эмблемой был олень в смокинге. Не знаю, просто вот такое выбрали. Ну, типа благородное животное, еще и в смокинге, типа какая-то вечеринка. Да. На аватарке раньше контактисты. Помните? Ну, кто-то ставил раньше, часто видел я это. Олень в смысле? Оленя в смокинге, да. Волка в смокинге. Не помните? Нет. Ну, волка еще идет в смокинге. Волк есть, он удержит позицию. Вот. Но, естественно, им эта идея ушла, потому что как-то глупо, да, если там олень будет основой. У них есть вот эта теория, что олень это кому роган оставили у американцев? Нет. Нет, по-моему, это только в России. Только в России, да. Ну, и они взяли название Playboy. Кстати, вот Холостяк был журнал такой, тоже были бы проблемы, они решили не рисковать. А, что уже другой журнал выходил под таким названием. А Playboy это просто перечисляли название, и Playboy это было название одной американской автомобильной компании того времени. А, но там же было куча разных мелких компаний, которые там один какой-нибудь... Дали залезть, короче. Да, да. Одну модель придумали какую-то, сперли там в дизайн и выпустили. Да, и это название очень понравилось, как звучит. И взяли название Playboy. В декабре 1953 года журнал появился в газетном киоске, но без указания даты, так как Хефтнер не был уверен, что выйдет второй номер. Он не был уверен в успехе. В первом номере была размещена на основной странице фотография Мерлин Монро. Да ну. Да. Но нормальная, обычная. Поподробнее. Вот сейчас, секунду, важный момент. Сразу с обложки начинаем. Первый журнал и сразу Мерлин Монро. Вот чтобы ее туда поместить, ей же надо денег было занести. Сто процентов. Вот, кстати говоря, почему-то конкретных прикосновений у них не было. То есть это было практически нелегально сделано. А, ну он сделал где-то фотку. У Мерлин Монро, в общем, были фотографии в молодости, до того, как она стала известной. Она нафоткалась и обнаженные фотографии. И она их продала какому-то там издательству за какие-то там типа 50 долларов, что ли. За копейки. Да. И он, грубо говоря, мог взять вот у этого издательства, как их собственность, фотографии Мерлин Монро. То есть напрямую на Мерлин Монро не надо было выходить. Сливы Мерлин Монро в плейболе. Ты видел это? Ты видел это? Не обязательно выходить на красивых девушек, чтобы получить их. Представь себе, да? Да. Какой ужас. А вот это платить не надо было? Оказывается, не надо. Нет, ну просто, ну, халява получается какая-то. Халява, халява, да. Так еще и нереальный хайп. Она же на тот момент суперзвезда. Да. Если кто-то не помнит, друзья, вот тут прям всплывашка. Да, все это уже рассказано, пересказано. И вот фотографию обнаженную, у него есть молодая фотография, он разместил в журнале. То есть эта фотография обычно гуляла, знаешь, вот так, между мужиками, но никто ее никогда не печатал в журнале. А блютузу перекидывали друг к другу? То есть это было просто бомба. То есть это... Всеобщее достояние теперь. Это была революция. По факту в журнале никто откровенные фотографии, особенно Мерлин Монро. Что-то он сразу... Это взрыв. Не, ну это круто, наоборот. Дверь хайпа просто вот так. Да, это он прямо заявил о себе очень круто. Я не знаю, почему он переживал, будет ли у него второй выпуск. У него раскупили, мне кажется, как только пошел слух про голые фотки Мерлин Монро. Вот с другой стороны, как ты воспитывался в суперпротестантской семье? Как могло, типа, вот это сложиться? Потому что, ну, его же окружали взрослые, которые говорили, секс это вообще. Я нам не надобно. Как он понял, что секс... А он очень хотел, понимаешь? И он ждал момента, когда вот эта энергия выйдет. Он еле переждал пубертат, понимаешь, мне кажется? И типа... Ну это офигеть вообще. Ну ладно. И он понял, наверное, в какой-то момент, что он не один такой. Видимо, да. И в целом... Ну в институте, наверное, понятно стало, да? Он же учился? Да, он учился. Слушай, а вот вопрос. Это в те годы как раз сексуальной революции или она была до? Да, да, вот она в 50-60-е как раз, да? Да. Кстати, чтобы как-то, ну, пустить свой журнал по крупным сеткам, он приходил и говорил, что этот журнал создан бывшими работниками Esquire. Да, но он же сам бывший работник Esquire. И это подкупало, а они как бы это... А он вообще маркетинг сразу понял весь, что ли, как работает? Ну ты видел его лицо в молодости? Ну да. Это хитрый вообще, он такой... Первый выпуск Playboy вышел тиражом более 50 тысяч экземпляров. Нифиговый оборот. Это дофига, дофига. И он окупился, он прям... То есть те деньги, которые инвестировали, они... То есть он очень много заработал. В втором выпуске Playboy появился знаменитый логотип. То есть первого него не было. Кролика. Кролика в галстуке, да. Хефнер выбрал его, как еще говорится, из-за юмористического сексуального подтекста. Ну типа кролик там, шо-ли-моли. Ну и типа красиво выглядит кролик вот именно с бабочкой. Издатель хотел, чтобы помимо того, что в этом журнале были какие-то фотографии обнаженные, да, звезд там или просто девушек, он туда еще вставлял публикации литературные, известных вот именно писателей того времени, непризнанных, которые, может, какие-то категоричные вещи вот предоставляли. И он просто расшыл им двери. А, еще и крайние мнения какие-то. Да, крайние вот именно о феминизме, например, там, или о каких-то отношениях там к черным, да. То есть не политического характера, а именно больше общественного. Социального, да. Да, да, интересные рассказы публиковал там, которые, ну там, футуризм там и так далее. То есть, ну, он параллельно комбинировал, чтобы это не было, такой пшик, знаешь, типа, просто как... Не альбом, чтобы это было, а это был журнал, чтобы. Да, потому что в те времена уже были вот эти вот, как называется-то, календари с обнаженными девушками, то есть вот, которые перелистываются, но вот журнала такого не было. И чтобы он не превратился в какой-то календарь, где ты просто листаешь, он еще добавил вот именитых. Смысла добавить, короче. Смысла добавил, да. Ну, слушай, молодец. Он сразу несколько категорий читателей своих закрыл. Да. Те, кто хочет просто полистать, посмотреть, те, кто какое-то мнение хочет услышать, возможно, от личного, а возможно, с тем, как раз, с которым он согласен, поддержки его. Вот ты посмотрел, расслабился и такой, ну, уже спокойный, почитал вот эти крайние мнения. И все хорошо. Работа над журналом заняла большую часть жизни Хефнера. К концу 50-х годов тираж Playboy превысил тираж конкурирующего Esquire. А объем продаж достиг миллиона экземпляров в месяц. Офигеть. Это какие годы? Ну, это 50-е. Короче, сразу практически. Он жестко раскачался, прям очень быстро обороты. Это вообще нереально, да. Ниша, видишь, пустая. Он попал, прям очень хорошо попал, да. В 59-м году после рождения двоих детей бизнесмен развелся с своей супругой, вот той, которая еще в студенческие годы. Получив статус холостяка, Хефнер начал менять подружек как перчатки. Вот это его такое самое чекимонское время. А когда он в халатах начал ходить? Попозже. Кстати, он вот в 60-х, он ходил в рубашке, так, знаешь, расстегнут на фуговице. А он симпотный же был такой у него внешность, такая типичная американская, да, благородную? Ну, такой, да. Как бы под стать своему времени вот его внешность была. В 60-х годах Хью стал тем самым мужчиной, которого сегодня называют плейбоем. Утонченным интеллигентом в шелковом смокинге и трубкой в руке. Вот он тогда еще такой был. Ну, трубка в руке, да. Она, мне кажется, придает какой-то солидности. Сигара или трубка, да, обязательно. Он общался с самыми знаменитыми и богатыми. И всегда приходил на мероприятие, естественно, в сопровождении красивых и молодых женщин. Вот, погоди, стоп. Вот момент. Ты просто редактор, вернее, ну, владелец журнала. Почему вдруг ты стал вхож в какие-то высокие круга? Потому, ну, при этом ты не пишешь никакой политики. Ты не пишешь никому выгодные каким-то слоям населения или сенаторам, да, мнения. Ты просто, ну, публикуешь голых девочек с плюс-минус какими-то статейками. Вот ты очень заблуждаешься. Смотри. Во-первых, контент 18+. Это ладно, хорошо. Это сразу тебе дает, ну, бонус к первопроходчеству вот в этом плане. Потом сам образ, трубка, вот этот халат. Ты постоянно с новыми девчонками. В принципе, среди мужчин это всегда вызывает, ну, какой-то респект. Это редко вызывает зависть. Нет, смотри, я про то, что как он вошел в вот эту интеллигенцию, высшие эшелоны вот светской жизни. Просто за счет бабок? Конечно, конечно, деньги. Ну, и опять же, эту интеллигенцию, она смотрела журнал. Он же, он интересный чувак. Как он приходит, он каждый... Они там все живут со своими женами, там по 150 лет. Все там под одеялом, еще что-то. А у него там написали про какой-то вибратор, у него какая-то модель там. Он с этой же моделью пришел сегодня. Завтра он организовал какую-то туз, у тебя... Ну, ты что, это, ну, очевидно. Но он был харизматичным. Он очень харизматичный, конечно. Это маркетолог от рождения. Еще и такая тема. Это прям супермаркетинг. Да, окей, ладно. Тебя сейчас в халат нарядить. И в бане. И в бане. Ты совсем по-другому заиграешь. Сразу интересный человек, да? Айдар в халате? Почему в халате? Сразу вопрос. Нет, у меня есть фотка в халате, потом покажу. Я еще и тетеньку показал. Ну, что вы представили к халату? Что он в смокинге здесь ходит еще? У нас в халате. У нас все в халатах уже в баннах. Да. Тираж Playboy рос, достигнув пиков 7,2 миллиона проданных экземпляров в ноябре 72-го года. Просто... Прибыль составила 12 миллионов долларов. Сегодня это, ну, с учетом инфляции, сумма составила бы 83,9 миллиона долларов. Ну, вот что ты, какие у тебя вопросы? Он просто купил, ну... А сейчас есть какие-то журналы, не политические, что важно, да, с таким оборотом? Я сомневаюсь. 7 миллионов тираж. Так сейчас все журналы, ну, как бы в цифре. Да. Ну, тем не менее, есть у кого-нибудь, у какого-то журнала, даже у Максима, да, 7 миллионов просмотров. Я уверен, что даже близко нет. А там и не 7 миллионов, там умножаем на 3, потому что один журнал покупался на несколько квартир, 100%. Илюха, я практически с тобой согласен. Илюха подсказывает, говорит, тещин язык. У него может быть 7 миллионов. Советы с садоводом. Советы с садоводом. Апрель-май, я уверен, у них там разрыв вообще. Да. Какую луну огурцы садов. Бабки, 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 естественно, у него появляются, денег много, и надо же куда-то тратить. И Хефнер создает сеть клубов. В элитных заведениях, вот как раз-таки в этих клубах работали те самые девушки-хостас в кроличьих костюмах. Вот сразу еще один тебе момент скажу. 100% это как бы супер-пупер элитные бордели. Они не были, скорее всего, официально борделями, но для верхушки, ну вот представь, там, Хефнеру надо какой-то вопрос решить. Он звонит окружному прокурору, говорит, приходи, вот тебе то-то-то, третье-десятое. Все. Уверен, что так было? Я чуть попозже расскажу. Это как раз обратная сторона медали 100%. Я уверен, что скандалов куча там. Ну, вообще, когда изначально вот уже он начал развиваться, на него, в принципе, накинулись феминистки. Он даже на одной передаче там... Из-за сексуализации тела, типа, женского? То, что, да, женщину рассматривают как продукт для продажи. То, что женщина, которая не входит в круг плейбоя, это не женщина. Типа, ну, вот такие вот моменты были. И вот на этой передаче там вот эта женщина прям агрессивно так. Ну, девушка, не женщина, девушка молодая там. Да-да-да. Ах, Хефнер. Это вообще... Такой пофиг ему, да, наверное, сидит? Ну, что вы не сидите? Потому что раньше он прям вообще там... Ну, слушай, я где-то видел кучу всяких разных... Есть и статей, и видосов о том, что плейбой — это всегда эталон девушки по годам прям. Это можно прослеживать. Да-да, он задавал тренд. Он задавал тренды, да. То есть, ну, было видно, какие девушки нравятся мужчинам тех или определенных лет. Да. Причем они, я больше скажу так, в кулуарах, ну, это уже как раз в те годы они собирались в закрытой комнате вот, так скажем, с людьми там, с редакторами. Я не знаю, как их назвать. И прям подгоняли. Вот, допустим, вот в это десятилетие будет такой-то вот тренд, да. Тренд, да, образ. И вот нужно, чтобы у девушек были такие носы, так, вот, и надо пластику сделать, вот, и это прям подгоняли под определенные... Ну, это такая секретная информация, типа, ее как бы... Вы если что не слышите? Не разглашали, да. Кому не рассказывать? Вот, видишь, сразу влияние. Я еще подумал, шмотки. Ну, да, это прям целая индустрия, конечно. Ну, ты спрашиваешь, почему он туда был вхож, потому что он был супер влиятельным чуваком. Ну, да, любой, условно, там, какие-нибудь там Victoria's Secret хотели, чтобы все плейбои одевались в их белье и так далее, конечно, да. Ну, вот он создает сеть клубов, где вот эти известные плейбои-банни, это вот эти девушки, у них были там свои мамочки, которые контролировали их. Вот, мамочки, пожалуйста. Бордели 100%. Вскоре компания расширилась модельным агентством, отелями и брендом бижутерии. И отели как удачно, да? Блин, как вообще? Ну, я к тому, что, чувак, вот так вот создал журнал, тут у него и клубы, и отели, и все, и пятые, и десятые. Он как это расширил этот бизнес? Он нашел золото, нефть и бриллианты в одном вот месте. Вот сразу все, ты открыл эту дверь, а там просто, ну... Ну, типа, он не остановился и пошел дальше развивать бизнес. Копи царя Соломона, да. Ну, у него и прикольный бизнес, потому что ему интересно его развивать. Ну, да, это весело, это как к нему весело. Это реально, вот даже за ту же нефть, это ехать куда-то там, это что-то, в галошах, а тут просто чики-монят. Фотографов на Найлкс, и все. Хефнер обзавелся двумя особняками, один находился в Чикаго, другой в Лос-Анджелесе. Но часто бизнесмен отсутствовал дома, предпочитая путешествовать на своем часом самолете с гостиной, диско-клубом, баром и роскошной спальней с огромной круглой кроватью, где он ждал своих подруг, возлегая в шелковом халате, капитанской фуражке и с курительной трубкой в зубах. Это чисто фан-сервис вообще. Просто, ну, у всех же картинка сложилась в голове, да? У мужиков точно, девчонки сейчас сидят, мне кажется, им... Нет, на самом деле, вот давайте обознать, пока мы тут с линями не поперхнулись все, что, ну, на самом деле, ой, как, ну, там, горе хапнули девчонки в то время, особенно первопроходчицы вот этого. Типа, что на них все набросились, общество, типа, или что? Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, типа, много там было, судя по, ломаным. Ну, вообще все изначально начиналось, вот эта история очень интересная, очень привлекательная для девчонок тоже, потому что они шли в новое, и Хью Хефнер тогда еще только создавал. Это была реально бесконечная веселуха, тусовка, свой мир. Ну, я сейчас говорю... Последствия никто не понимал. А к чему это приведет, нет, знал только Хью Хефнер, он... Примерно уже понял, да? ...очень дальновидный мужчина был и так далее. Сейчас я вот буквально договорю со всем, вот у меня осталось чуть-чуть. В 70-х годах, к сожалению, наступили тяжелые времена, США столкнулась с рецессией, и Playboy не справился... Это кризис там был. 73-го года, да. Playboy не справился с растущей конкуренцией со стороны более откровенных мужских журналов. Появились конкуренты, да? Появились, да. И в итоге корпорации пришлось отказаться от своих убыточных клубов и отелей. Они распродали этот бизнес, да? В 1985-м году Хью Хефнер перенес небольшой инсульт. Проблемы со здоровьем подвигли бизнесмена, как бы отказаться уже от такой разгульной, веселой жизни с алкогой. Ну, столько Viagra есть. Погодите, а он в 26-м году родился, да? И это 85-й. Да. Ему 60 лет почти. Да, сколько там? 59. Ну, 59 лет. Офигеть. Теперь он уже не кутил всю ночь. Уже все. Уже полночи только. Режим. На трех ночи максимум. Режим. В 1988-м году миллиардер передал контроль над компанией своей дочери Кристи, назначив ее председательным и главным исполнительным директором. Погоди, а он что, женился? Или это дочка от первого брака? Уважаемый от первого брака. От первого брака. Блака. Блака. А спустя год женился на своей давней знакомой Кимберли Конрад. Ну, вы понимаете, наверное, что... Да, ну, то есть тусовался он там со всякими пау-пау моделями, а тут жена у него, наверное, первая нормальная. Ты фотки видел? Да, она фотка, ну, сейчас может появиться. Обычная? Ну, девушка тех времен. И вторая тоже, да? Ну, типа, это не девочки с... А, вторая? Ну, это 1988-м год. Уже, как говорится, чистенько все. Брита. Да не, не вставим это. Давайте оставим, потому что там Хакимова показался своей истинной лицом. Максимально грязным человеком. У супругов родились двое сыновей, но семейные... Сразу про детей начали. Да, любовь. Но семейное счастье было недолгим. В 1998-м году они расстались, хотя оформили развод только в 2009-м году. Ну, как недолгим, в принципе, 10 лет почти пожили, да. 10 лет, извините, да. После расставания, значит, миллиардер воплотил мечту многих холостяков о полигамных отношениях и завел в особняке гарем молодых и красивых девушек. Про полигамные отношения. Вот это же фигня полная, нет? Да, объясни. Ну, полигамные отношения, это когда... Подожди, полиаморные или полигамные? Полигамные. Полигамные, это значит, что он с женой договорился, типа, я могу спать с кем захочу, правильно? Или у него, типа, несколько было, ну, жен? Нет, официальных жен-то не было. А, он себе гарем прям занял? Да, да, да. Да, он же, типа, разошел со своей женой и начал со всеми... Как это было? Нет, как это было... Нужны подробности. Нет, как это было устроено, мне просто интересно. Официально? Официально он был женат. Нет. Хотя бы как это было устроено технически. Да, официально он был женат, потому что в 2009-м разошлись только, да. Ну, как, он привез девушек. В свой особняк. И веселился с ними. Да, как это официально. Он прям на постоянке жил просто в особняке, и у него жили... Да, разные девочки. А-а-а. Ну, со стороны девочек это, конечно, такое... Ну, это как-то... Ему сколько, 70 лет уже, ну, камон, что он там может? Ну, по факту, да? Конечно. Нет, я имею в виду прополигамность. А, ну да. Вот, то есть, ну, там, без каких-то усилителей там Виагры и прочего ничего, конечно, не было. Ну, типа, девочки, серьезно, с 70-летиями... Ну, не знаю. Деньги, деньги. Деньги проявления, ладно. Мне кажется, да, когда у девочек, допустим, большие проблемы там с деньгами, в семье. Я, опять же, не берусь это обсуждать, потому что я не был в этой ситуации. У каждого своя правда. Ну, а с другой стороны, он был для них прям дверью в хорошую жизнь. Конечно, сто процентов. Шикарную жизнь. Типа, как-то их осуждать не имеем права, но... Шикарную жизнь. Нет, не осуждать, здесь просто... Вот у меня всегда вопрос, я реально никого не осуждаю, вот честно. У меня просто вопрос, ну, насколько... Как ты себя, типа, чувствуешь в этом? Ты живешь, ну, как бы... Что, со стороны Хью Хефнер? Нет, со стороны девчонок молодых. Вот она живет с 70-летним пенсом, да? Который уже, ну, по сути... Причем, я уверен, характер там уже под конец жизни так испортился. Свордливый какой-нибудь. Куку-муку, да, у нее уже кукушка стопудово там... Я уверен, ну, типа, крыши поехали, там и наркотики были, сто процентов. Наркотиков было очень много. Вот, пожалуйста. Очень много. Ну, то есть... Там даже собаки слизывали все это... Ужас какой. Какая жесть. Ну, то есть, ментальное здоровье там было просто ниже пленкуса. Ну, и характер был, скорее всего, такой себе. Вот, о чем и речь. И, ну, мало того, что это физически, наверное, не очень приятно, да, с дедушкой там эти чеки-пи-баром. Но! И как ты себя чувствуешь? Да, ты пьешь там шампанское за тысячу долларов за бутылку. Ты там, наверное, на какой-то тачке пуляешь крутой. Как ты себя, типа, чувствуешь при этом? Ну, мне кажется, это все с лихвой компенсируется твоим статусом девушки Хью Хефнер. Ну, то есть, ты согласен с тем... Да, наверное, это не престижно было? Нет, на тот момент это было престижно. Потому что открывались двери, знакомства, журналы. Да. Ну, типа, потерпела там 2-3-4 годика. 2-3-4 дня. И ты уже, типа... Мне кажется, да. Не, вообще, тусовку Хефнера попасть приближенную, прям близко-близко к нему. А что это давало-то? Ну, то есть... Я же говорю, это давало как минимум твое лицо, внимание к твоей персоне. Ну. Ты же по какой-то причине он тебя приблизил. Но ты получаешь внимание как просто самка, грубо говоря. Ну, как модель. Как модель. Как модель. Которую ты фотографируешь. Может, фильмы снимут, там, я не знаю. Да, где-то и что там, какие-то контракты на... Что, они правда получали вот эти все... До 100%. Конечно. Сейчас я расскажу немножко чуть попозже об этом. Давай, ладно. Так. Значит, в 2005 году, я не знаю, вы видели, не видели, вроде по MTV показывали, я вот помню, состоялась премьера реалити-шоу «Девушки по соседству», посвященной жизни Хефнера и его подруг в особняке «Плейбой». Не смотрели? Такой не... Там, кстати, вот у него там уже как бы идея гарема была, у него вроде там три девушки было постоянных, и они как бы друг с другом сосуществовали. Или четыре девушки, что-то такое. Зрителям показывали картину красивой и богатой жизни, но, как выяснилось позже, за дверьми особняка происходили пугающие вещи. И вот здесь, после смерти Хью Хефнера... А когда он умер? Он умер в 2017 году. В 2022 году выходит документальный фильм «Секреты плейбой», где девушки рассказали, как миллиардер накачивал их наркотиками и заставлял участвовать в унизительных оргиях. Я, в общем, зашел, я не знал об этом фильме. Это сериал, ну как сериал, у него есть сезон, один сезон. Реалити-шоу такое? Это интер... То есть вот ты сидишь и рассказываешь про... И разные люди рассказывают про то, что там было, на самом деле. Там официанты, мужчины. Типа документалка. Документалка. Я офигел, когда... Ну, я зашел, первая серия, первый сезон. Ну, там, единственный сезон. И нажимая «Выбрать серию», их 12. 12 серий по 45 минут, как говорят, о том, что было на самом деле. Там его жена... Ой, не жена, вот эта вот девушка, которая в гареме была. Там его первые женщины, которые там работали. Вот эти как раз-таки мамочки. Так, так, так. Официанты рассказывали все это. Ну, я на самом деле... Я просто хочу сказать, я офигел от масштаба. Сколько компроматов на него было? От масштаба, да. Говорят даже, что если бы Хью Хефнер чуть-чуть подольше пожил, то его, скорее всего, могли уже привлечь. Засудить бы, да? Да, засудить и в тюрьму посадить. Там такие бабки. Ну, вы что, это только после смерти можно было? Да, там, знаете, да, только после смерти. И был, не было... Сейчас объясню, почему. Так, ну вот я из интересных таких вот моментов. Я посмотрел две серии из этих. И посмотрел краткий обзор на этот секрет и плейбой. Значит, официант там сказал то, что... Ну, это такой факт, незначительный. Но в день Хью Хефнер, когда вот там в 60-70, выпивал 40 бутылок Кока-Колы стабильно. И около килограмма МНДМса съедал. Серьезно? Сладкоежка. Да, он, походу, особо не пил. Ну, вот наркотики, видимо, и вот эти сладости там и так далее. Помимо этого, у него весь дом, вот этот особняк, был просто забит видеокамерами, прослушивающими устройствами, чтобы делать компромат на всех. Да, конечно. Поэтому его и не могли засудить сто процентов. Он всех держал. Он причем обожал, приглашал. Он очень часто приглашал журналистов, все его особняк и киношников там, или там каких-то... Вращал их там, да? Они, да, не могли, потому что нереально, как говорится, какой бы ты хоть трижды жанат, да, но ты попадаешь в это райское место, и там вот. И никто против него и не лез. Потому что у него на каждого был свой компромат, вплоть, говорю, помимо камер записывался звук. Разговоры и прочее, да. А там, типа, ну не только, значит, там вот от низа до сенаторов сто процентов. Да, 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 да. Ну и звезды кино. Прокуроры, да, и прочих. Все, кто мог что-то про него сказать, имел вес, были у него на крючке сто процентов. Это как даже в каком-то смысле, как, знаете, мафия была. То есть у него настолько длинные руки были, что любая какая-то информация, порочащая его честь, да, она сразу блокировалась. Допустим, какая-нибудь девушка говорит, я готова дать интервью таким-то журналам. И все интервью отменялись. Каждый четверг все девушки, которые жили там, должны были проходить полный медицинский осмотр. Каждый четверг. Это забота о здоровье, в первую очередь. Клиентов. Клиентов, да. Там был комендантский час до девяти вечера. То есть все тусовки до девяти вечера, потом... Ну, старый просто уже. Расход, да. Мужчины, кстати, жили отдельно от женщин. То есть мужской был как бы отдел вот этого вот... Персонал? Нет-нет-нет. Типа или что? Ну, от которого там тусили. То есть они, да. Если, допустим, какая-то тусовка, там, оргии или так далее, это происходило, ну, как бы... В отдельном месте. В отдельных местах, да. А так вот мужчины ночевали отдельно, женщины ночевали отдельно. Персонал, естественно, не разрешалось общаться, даже подходить к девушкам плейбой. То есть там официантам запрещено было. И очень интересный условие, вот когда мы говорим о деньгах, да, типа ты говоришь, вот какой резон, да, был девушкам. Хьюхевнер выстроил такую политику, что они получали каждый месяц, как зарплату, да, они получали достаточно большую сумму. Но эти деньги они имели право тратить только на вещи, на поддержание красоты и не более. Никаких там инвестиций или отдать деньги родителям нет. Только на себя. Красота, шмотки, какие-то, может быть, там, дискотеки, поездки, там, ну, тусовка. И если вдруг девушка не могла истратить полностью за месяц, там, эту сумму, в следующем месяце ей давалось меньше денег. Порочный... Он, короче, создал прям вот этот порочный круг. Чтобы человек из веселья, из вот этих вот дофаминовых инъекций, там, шмотку купила, обрадовалась, это купила, туда съездила, обрадовалась. Это же все только, ну, на... А уйдешь, все, у тебя ничего не будет, кроме этих шмоток. Ну, да. И воспоминаний. Да, да. Ну, и вот, как я говорил, 27 сентября 2017 года он умер в своем особняке. На момент смерти безусменно было 91 год. Но он пожил счастливейшую жизнь, на его взгляд, мне кажется, с его стороны. Знаешь, почему? С его стороны, да. Знаешь, почему? Да, потому что он создал мир, свой мир. Который, блин, варился и был там самым крутым. Королем. Он часто, кстати, на фотографиях 60-70-х он на тусовках с короной. Ну... Это уже самолюбование. Это не то, что самолюбование, это эгоцентризм. Ну, да, эгоцентризм уровня даже не... Какого-то диктатора. Как это называется-то, господи, забыл. Который кино снимал в Америке. Рэй Ванштейн? Нет, не Ванштейн. И старый еще. Прототип Тони Старка, который... А, я понял, но забыл. Да. Ну, в общем. У него-то какое было эго? У этого вообще просто в небесах оно. Ну, когда много денег, начинается благотворительность, да? Так или иначе. Там есть что-то... Есть, да. Он занимался благотворительностью. Ну, здесь такая своеобразная благотворительность, потому что он поддерживал политические партии. Это не благотворительность, это взятки. Это еще стены вокруг своего особняка, вот эта благотворительность. Собирал деньги для американских демократов и даже поддержал предвыборную кампанию Барака Обамы. В 70-х Хефнер помог собрать средства на восстановление легендарного знака Голливуда. Вот, есть же это Голливуд-надпись, которая... На холмах. Да, ее, видимо, она начала в ветхое состояние. Слушайте, какие яркие события. Первый черный президент, надпись Голливуд. Вот он прям знал, куда денежку. Это рекламные инвестиции, конечно. Чтобы каждый, кто видит эту надпись, такой, это Хью Хефнер, я слышал, сделал. Черный президент, это же Хью Хефнер помог. Он несколько раз... Вот это благотворительность, скажите мне. Какая это благотворительность? Да, но это достаточно дорого было, но, я думаю, вопрос денег его не сильно валял. Я к тому, что это же очевидно, чтобы получить какие-то преференции. Ну, конечно, бонусы, да, конечно. И плюс, любой благотворитель, любой меценат списывает часть налогов. В 2007 году он пожертвовал 2 миллиона долларов в киношколе Американского университета на создание архива студенческих фирмов и исторических документов. Вот такая вот у него есть. Ну, вот это как-то что-то еще плюс-минус. И то, мне кажется, там есть какая-то подоплека, 100%. Через свой благотворительный фонд, и лично он также помогал многим организациям, фондам, в частности, по спасению животных. Под вид болотного кролика, сейчас попробую, сельвелагус полустрис хефнери. Назвали в честь Хью Хефнера. Ну, вот как можно? Ну, вот, во-первых, это, то, что в честь него там кого-то назвали. Как можно против человека, который спасает животных, вообще что-то говорить? А мне кажется, дело, знаешь, вот здесь было не про это. Он кого спасал? Кролика. Кто на логотипе? Кролик, да, ты сразу не понял, да? Да, 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 да. Все, все лаконично, гармонично. Он бы еще не назвал своим именем. Еще не назвал своим именем, ну, господи, конечно. Основатель Playboy 80-го профинансировал исследования по изучению и сохранению этого вида, вот этого хефнери, на тот момент находящегося на грани вымирания. Они сейчас живы-здоровы. Вдвоем живут оставшиеся. Несколько интересных фактов. Хью Хефнер похоронен рядом с Мерлин Монро. Еще при жизни в 92-м году миллиардер приобрел погребальный склеп рядом с кинозвездой за 75 тысяч долларов. И фото Дедалайма. Дорогу, да. Он вообще сказал, провести вечность рядом с Мерлин слишком заманчивое предложение, чтобы отказаться от него. Ну, лежать рядом с Мерлин Монро. Понимаешь, что это? Понт просто. Понт, да. Примечательно, что основатель Playboy никогда не встречался с Монро лично, лишь однажды говорил с ней по телефону. Так она у него, получается, ну, как ни удивительно, она у него не снималась. Ну, да. Да, она даже не встречалась. Она даже в особняке не была, там ничего такого. Хотя она первый вот журнал. Но она, по идее, она же актриса. Как типа, с чего я вдруг в этом журнале. Ну, последок, несколько цитат. Хью Хефнер. Давай, цитаты интересные. Их много было, но я вот выделил самый, на мой взгляд, интересный. Однажды кто-то спросил, какая у вас лучшая фраза для пикапа? Я ответил, моя лучшая фраза для пикапа. Привет, меня зовут Хью Хефнер. Почти очевидно и ожидаемо, да. Привет, я Хью Хефнер. Но я бы не смог. Это не для тебя. Не моя фраза. Девушка такая, ой, все, ненормально. Направить не будет? Да. Ну, я и не Хью Хефнер. Вот не Хью Хефнер. Я сразу говорила вообще. Привет, я не Хью Хефнер. И Виш хорошо получается. Да, получается. Это правда. Это твоя фраза. Если у вас нет чувства юмора в отношении жизни и себя, значит, вы стары. Главная мировая движущая сила... Нет, подожди, подожди. Это же законченная фраза была, да? Да. Как еще раз? Если у вас нет чувства юмора в отношении жизни и себя, значит, вы стары. Он про самоиронию, я так понимаю, говорит? Ну, в целом... Типа и про ироничность жизни. Да, да, да. А чего? Ничего глубокого. Да, не ищи особо, да, в его халатике. Я такой уж философ. Главная мировая движущая сила не религия, а секс. Он говорил. Это же. И вот последняя цитата. Думаю, я самый успешный человек из всех, кого я знаю. Я бы ни с кем в мире не поменялся бы местами. Ну, да. Тоже, в принципе, закономерно его все устраивало. По крайней мере, начало выпуска вы сразу разгадали. Да, это было несложно. Слушайте, ну, я честно скажу, я не удивлен. Я примерно так и думал, что так все и было. Ну, такая индустрия подразумевает какие-то подобные вещи. И про служку, и про взятки, и давление на девушек, и давление на все окружающие. Очень жаль, что его к ответственности никто не привлекло. Я считаю, что там, ну, прям надо было посидеть. Но он 91 год прожил, вот его никто ни разу не видел. Ну, просто с кайфом прожил 91 год, держал девчонок практически в заложниках. Шантажи. Я не помню, что-то там какое-то было, какая-то история. Попытка, да, все-таки, да. Да, попытка была, но я сейчас не буду лукавить, так что. Ну, что-то было еще в молодые годы там. Ну, видишь, он как, он вот со стороны, со своей стороны, опять же, он грамотно пресекал все вот эти попытки. Сама, когда его там пытались разоблачить. Видишь, он говорил, типа, если девушка говорила, что будет интервью, все интервью отменялись. Своя, в смысле, его вся жизнь прожил он супер с кайфом, по-моему. Мне кажется, он вообще ни о чем не жалеет. Просто со стороны общества, ну, как бы, блин. Ну, подожди, он создал целую индустрию, которая двигала очень много других каких-то вещей. Тот же, например, те же косметические бренды, те же одежды и прочие-прочие вещи, которые связаны так или иначе вот с красотой, с девушками и прочими такими вечеринками. Мне кажется, он, блин, огромный вклад в это все внес. Кстати, вот еще про позитивный вклад. Я не знаю, насколько это вообще правда, но, по-моему, я осмотрел какую-то статистику. Процент преступлений насильственных до появления порно, там, вот этих журналов и все, после. И он прям сильно уменьшился. Ну, конечно. А после появления порно, да? Да, потому что, ну, понятно почему. Ну, все, ребята. Да все, ребята. Ну, что, пишите, как вам наша новая студия. Да. Вот на эту камеру мы снимали раньше. Не факт, что мы будем здесь постоянно снимать. Мы кочевники в этом смысле, но... Но если вам понравилось, обязательно напишите об этом. Да. Это был Рустам Хакимов. Данил Пересторонен. Кью Хефнер. Это он, на самом деле. Пока. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова